Эта история произошла в самой сердце Африки, на просторах дикой природы. Майк, опытный фотограф, отправился туда, чтобы запечатлеть великолепные снимки дикой природы и ее обитателей. Он мечтал о встрече с самыми редкими и захватывающими животными, которых можно наблюдать только в этом уголке земли. Путешествие Майка было полным приключений. Он преодолевал непроходимые тропические леса, преодолевал реки и пересекал горы, стремясь найти идеальное место для своих снимков. И вот, после долгих поисков, он наконец-то нашел такое место, уединенную реку, окруженную густой зеленью. Здесь обитали самые разнообразные животные и Майк был уверен, что сможет сделать потрясающие снимки. Он установил свою камеру на берегу реки и ждал. Вскоре перед его объективом пробежала стая газелей, а за ними показался слон, медленно прогуливающийся вдоль берега. Майк с удивлением наблюдал, как дикие животные существуют в своем естественном окружении. Однако самая удивительная сцена его ждала впереди. Вдали Майк заметил движение. Он навел объектив на место, где происходило это необычное действие. И вот, перед его глазами развернулась схватка между огромным питоном и крокодилом. Оба животных были внушительного размера и несомненно представляли опасность для друг друга. Сердце Майка забилось сильнее, он понимал, что сейчас он станет свидетелем чего-то уникального. Питон медленно обвил свое тело вокруг крокодила, пытаясь задушить его. Крокодил же, несмотря на свою мощь, сопротивлялся изо всех сил, пытаясь освободиться из смертельного объятия питона. Для Майка время застыло. Он забыл про свою камеру, забыл про все остальное. Его внимание было полностью поглощено этой борьбой животных за выживание. Он видел, как питон сжимался с каждой секундой, но крокодил продолжал давать сопротивление. И вот казалось, что ничто не способно остановить те дикой природы. Наконец, после долгой и изматывающей борьбы, крокодил смог оторваться от питона. Его огромная челюсть била смертоносными ударами, и питон в итоге отступил, поняв, что остаться в этой схватке ему не позволят силы. Крокодил вспорол воду своими огромными лапами и устремился прочь, пытаясь забыть о случившемся. Майк продолжал смотреть вслед уходящему крокодилу, ощущая смесь удивления и восхищения перед природой. Он понимал, что только здесь, в самой дикой части Африки, можно увидеть подобные сцены. Он был свидетелем уникального шоу, которое запомнился ему на всю жизнь. Майк собрал свою камеру и отправился возвращаться домой. Он знал, что его фотографии не смогут передать всего того волнения и эмоций, которые он испытал во время этой встречи с дикой природой. Однако, он был уверен, что его опыт и рассказы смогут вдохновить других людей на сохранение и охрану уникальной природы Африки и ее дикой живности. Ведь только благодаря таким местам и таким существам, мир становится более насыщенным и удивительным. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!